У нас есть геном, и, надеюсь, все знают, что мы умеем секвенировать, читать кусочки покрытия. И золотой стандарт, ну, по крайней мере, был некоторый кристалл лет назад, это секвенирование люминой. С помощью люминой мы получаем так называемые парные риды, то есть два коротких фрагмента генома, длиной обычно 150-200 нуклеотидов сейчас, и вот эти вот пары ридов, они находятся на некотором расстоянии друг от друга. И вот расстояние, которое они покрывают, называется расстояние вставки insert size. В целом у этого метода секвенирования есть очень много плюсов, почему он до сих пор используется активно. Можно секвенировать очень много, это стоит относительно мало, и очень-очень мало ошибок, то есть они практически безошибочные, ну, то есть с очень небольшим количеством ошибок. Но проблема в том, что они имеют очень маленькую разрешающую способность. Риды, кроме как со своей парой и с другими ридами, никак не связаны. Если у нас есть какие-то повторы, мы, в общем, не можем не собрать, если мы говорим о геномной сборке, не приложить, если мы говорим о прикладывании. В общем, это минус, причем такой существенный минус. Второе секвенирование третьего поколения — это Pogba и Nanopore. Они, наоборот, у нас очень-очень длинные, у них достаточно много ошибок, ну, сильно больше, чем у Illumina, но сейчас уже все становится немного лучше, и мы не можем просеквенировать очень много. То есть данные, в которых у нас есть геном с высоким покрытием Pogba является, в общем-то, редкостью. И если раньше казалось, что, в общем-то, будущее точно за Pogba и Nanopore уже в ближайшее время, то сейчас, когда уже занимаешься какой-то серьезной наукой, ты всегда знаешь, что за данные кто-то должен заплатить, а платить за то, что кто-то нам осеквенирует очень много Pogba, никто не хочет. И поэтому такие данные за ними будущее, но они все еще такие. Не очень частые. И также есть третья технология, которую я буду рассказывать, — это облака ридов. Они очень похожи на Illumina, с одной разницей. У каждого рида есть так называемый баркод. Это короткая метка, состоящая из 16 нуклеотидов. И если говорить в двух словах, то можно сказать, что если мы возьмем два рида, если у них один баркод, то вероятность того, что они расположены, были взяты с одного места на геноме выше, чем если у них баркоды разные. Но если хочется сказать не в трех словах, не в двух словах, то лучше посмотреть на то, как это происходит. То есть плюсы точно такие же, как у Illumina. Это все еще дешево, немного дороже, чем у Illumina, но все еще сильно дешевле, чем в PugBire. И все плюсы Illumina, то, что их можно сигнировать много и сигнировать практически без ошибок. Но вот в плане того, что мы видим, что здесь действительно есть какая-то информация в плане как у длинных ридов, то есть теоретически можем получить большую разрешающую способность, но как это использовать, пока что непонятно. Чтобы понять, как это можно было бы использовать, и давайте поймем, как это делается. Вот здесь вот эти вот кружочки, это так называемый gel bit, наверное, можно назвать их бусинами. И внутри этой бусины находится множество-множество идентичных баркодов. В каждой бусинке свои баркоды. И наша цель — длинные фрагменты ДНК длиной 100 килобас поместить внутрь вот этих вот бусинок. Это делается с помощью специальной машины. Здесь плывут эти бусинки, и на вход подаются кусочки ДНК. Бусинка захватывает кусочек ДНК и отправляется дальше. И внутри каждой бусинки также находится все необходимое для реакции сегвинирования. Там собираются ампликоны, все сегвинируется, и мы получаем кучу-кучу видов. Внутрь каждой бусинки попадает не один фрагмент, а несколько фрагментов. В среднем 5-10 штук. И получается на самом деле следующее, что у нас вот эти вот длинные фрагменты, они возникают из 50 участков генома. И они сравнительно относительно геномной длины, они короткие, поэтому они перекрываются редко. И получается, что если мы видим два парных рида уже с идентичным баркадом, это значит, что либо они возникли из одной длинной молекулы, либо они возникли из разных длинных молекул, но попавших в одну бусинку, ну, случайным образом. Так, это понятно? Я надеюсь, что да. И вот если сравнить, то иллюмина это будет, допустим, Nissan Qashqai какой-нибудь базовой комплектации, а Pugbaya это будет Audio 8. Она, безусловно, дороже, но проехать может не везде. А, собственно, облака ридов будет как тоже Nissan Qashqai, но уже в топовой спортивной комплектации, но мы можем не использовать ее плюсы. То есть у них есть много-много разных наворотов, но при этом, если, допустим, мы привыкли ездить вот на такой машине, мы можем ими не заинтересоваться, но их можно использовать. Давайте посмотрим. Сейчас я сделаю небольшой обзор алгоритмических идей, которые мы используем, когда работаем с облаками ридов, и, в общем, что мы можем делать, что мы не можем сделать с обычной иллюминой. Первая задача, классическая, это задача прикладывания ридов. У нас есть геном, есть насеквенированные риды, и мы хотим узнать, с какого места генома мы каждый рид отсеквенировали. И приложив эти риды, мы можем заниматься генотипированием, то есть понять, в каких участках генома у нас есть небольшие различия. Одно-нуклеотидные замены или маленькие уделяции вставки. Более большие вариации уже сложно делать с помощью именно прикладываний, но тем не менее. Но проблема в том, что у нас в геномах очень много повторов. Вот этот график плохого качества, но здесь нарисованы риды какой длины уникально прикладываются, процент ридов какой длины уникально прикладывается к геному. То есть если мы возьмем рид длины 140, то у бактерий это будет практически 99% уникальных прикладываний, а у мыши это будет порядка 85, насколько я понимаю. И это как бы большая проблема, потому что много вариаций случается в повторных регионах или регионах каких-нибудь паралогичных генов, которые, в общем-то, мы все еще хотели бы описывать. Итак, вот какая проблема с иллюминой? Допустим, у нас есть рид, который мы хотим приложить. И он прикладывается, ну, одинаково хорошо к двум копиям паралогичного гена. Мы можем попробовать угадать, но угадать это не очень хорошо, потому что мы хотим знать, где точно у нас есть вариации. И, в общем, ничего не можем сделать. Когда у нас есть рид из облака ридов, мы можем взять все риды с точно таким же баркодом и проложить его к геному. Среди этих ридов обязательно, ну, не обязательно, но очень большая вероятность, что найдется какое-то количество ридов, которые уникально прикладываются на геном. Ну, допустим, вот эти риды, которые приложились. Потом мы берем рид, который прикладывался неоднозначно, и мы хотим узнать, куда же он прикладывается. К этому гену или к этому гену. И мы понимаем, что вероятность того, что этот рид прикладывается сюда, сильно выше, потому что вокруг этого гена сконцентрированы прикладывания ридов с тем же самым баркодом. И мы выбираем эти прикладывания. И, собственно, мы можем таким образом повысить уникальную прикладываемость ридов к человеческому геному с 80 до 90%, что, может быть, не очень-очень много, но в целом очень даже хорошее. Ну, в общем, популярные прикладыватели типа Лариата и Лонгренджеры работают примерно на таких идеях. Еще следующая задача — это задача сборки генома. Сборка генома — это, в общем-то, задача хорошо известная. У нас есть геном, мы сикенируем с него риды и хотим восстановить полностью весь геном. И мы эти риды можем собирать в так называемый граф сборки. И некоторый путь по этому графу сборки будет означать… Собственно, в этом графе сборки есть путь, который означает наш геном, если у нас есть хорошее покрытие. Повторы, которые находятся здесь, они в графе сборки склеятся и будут такими толстыми-толстыми ребрами. Я так понимаю, вот повтор находится примерно вот здесь. И когда мы получаем граф сборки, мы хотим не короткие вот эти участки, а хотим длинный хороший путь, и мы можем использовать парные риды или длинные риды, чтобы проложить путь по нашему графу. И, собственно, разрешить повторчики. Но когда у нас повторы длинные, мы не можем использовать короткие риды, потому что, вот, допустим, у нас повтор в виде косточки, и мы не будем знать, как же нам пройти. Вот по этому пути или по этому пути, или, может быть, там еще какие-нибудь более сложные варианты. Чтобы уметь разрешить длинный повтор, нам нужна какая-то длинная информация. Если бы у нас были риды типа погба или на напор, мы могли бы приложить их теоретически к графу и вот так вот их протредить, и, в общем, по ним пройти по этому повтору. Когда у нас есть риды облака ридов, мы можем сделать примерно то же самое. Если у нас вот эти вот все ребра достаточно длинные, когда мы прикладываем риды, мы можем эти ребра некоторым образом окрашивать. То есть, допустим, вот здесь вот риды из красного облака. Мы их приложили, они прикладываются на это ребро, на это ребро, на это ребро. И мы говорим, что наш кантик, то есть наш путь по графу проходит вот так. И можем говорить, вот тут наш участок графа. Ну и, соответственно, другого цвета будет проходить вот так. Собственно, ассемблер, который называется Athena, не так давно выпущенный, работает именно так. Он сначала собирает риды обычным ассемблером, внутри него работает Space, насколько я понимаю, на данный момент. И он берет граф сборки, Space выводит граф сборки в формате просто графа, типа последовательности и ребра, и вершинки. И он находит все простые повторы такого вида и пытается их разрешить с помощью как раз-таки вот таких вот облаков ридов. А потом он еще эти длинные кантиги пересобирает с помощью ассемблера, который работает с длинными ридами уже и получает кантиги. И говорится о том, что они могут даже получать высококачественные геномы похожих стрейнов, во что я, если честно, не сильно верю, потому что вот в данном случае это все очень плохо работает. Есть ли у нас много коротких ребер? А если у нас много коротких ребер, то большинство ребер не будет покрыты ни одним ридом из облака. То есть очень важно понимать, что вот эта длинная молекула, которую мы получаем в облаке, она покрыта короткими ридами всего лишь на 10%, и в ней очень много, так скажем, непокрытых участков. Поэтому вот как здесь нарисовано, что практически 50% последовательности покрыто этими ридами, но это не совсем так. Они покрыты примерно процентов на 10. И когда у нас короткие ребра, очень много непокрытых ребер, и, в общем, это на самом деле большая-большая проблема. Но, тем не менее, ассемблеры, которые собирают уже облака ридов, уже появляются, и, в общем-то, это очень даже хорошо. Есть еще другой подход к сборке. Мы не работаем с графом сборки, а берем уже кантиги на выходе и делаем следующее. Мы прикладываем к этим кантигам, собственно, все наши риды, и смотрим на концы кантигов. Идея состоит в следующем, что если у нас два кантига должны быть соединены друг к другу, то есть мы хотим поставить кантиг A, за ним кантиг B, то у нас на конце первого кантига и на начале второго будут встречаться риды с одинаковыми баркодами. То есть в данном случае оранжевый, синий, зеленый баркод, мы их наблюдаем и на конце первого кантига, и на начале второго, и нам бы очень хотелось их соединить. То есть мы смотрим на все пары кантигов, мы подсчитываем цвета, общие цвета на начале и на конце, и строим, собственно говоря, табличку, и потом строим такой scaffolding graph, по которому можно, в принципе, понять, что, скорее всего, кантиг B идет за кантигом A, а это, скорее всего, у нас какое-то, может быть, случайное соединение, потому что оно поддержано лишь одним баркодом, что, в общем-то, может тоже случиться. В данном случае мы не можем сказать, что находится между этими кантигами, но, собственно, можем их упорядочить, что тоже является вполне себе нормальной задачей. Но есть идеи, на самом деле, которые еще никем не реализованы, но в эту сторону достаточно интересно посмотреть. Вот, допустим, у нас есть кантиг A, кантиг B, и мы говорим, да, мы хотим поставить кантиг B после кантига A, а у них есть риды с одинаковыми баркодами. Давайте сделаем следующее. Мы же понимаем, что если здесь есть какой-то промежуток, то там будут прикладываться ровно те же самые риды, ровно с теми же самыми баркодами. Давайте попробуем как-то сделать пересборку. Давайте возьмем все риды с такими же баркодами, то есть мы собираем баркоды, которые мы увидели на концах этих кантигов, мы берем все эти риды, и гипотеза такая, что если мы их соберем, мы на самом деле получим ровно тот же самый кантиг, и мы можем заполнить эту дырку, используя информацию о вновь собранном кантиге. Кто-то может сказать, что, но ведь у нас риды, они с разных участков генома, и мы не можем просто брать-набирать, мы получим очень много мусора, и соберем очень много чего лишнего, и, скорее, может быть, неправильно. Но хочется сказать, наверное, то, что это не совсем так, потому что если мы... Вот регион, который мы собираем, он будет очень хорошо покрыт, мы возьмем много-много баркодов и получим кантиг с хорошим покрытием. Регион, который мы не хотели собирать, он будет очень слабо покрыт, вероятность того, что эти риды будут сильно пересекаться с ридами из другого баркода по случайности, она очень-очень мала, и мы будем получать в процессе сборки какие-то очень короткие и очень низкопокрытые кантиги, которые мы можем эффективно фильтровать. Вот, собственно, такая идея. И, собственно, такой скафолдинг к закрытию эндерог. Тоже достаточно интересная вещь. И, наверное, самое интересное, чем занимаются с помощью длинных ридов, это поиском структурных вариаций. Структурная вариация — это некоторое достаточно большое различие между референсным геномом и простым геномом. И заключается оно в том, что когда в геноме есть какая-то структурная вариация, мы видим, что наши риды прикладываются не совсем правильно, не совсем обычно. Например, здесь мы видим, что в таргетном геноме есть делация достаточно большого куска, и когда мы приложим риды на референс, мы будем видеть, что вот пара ридов, она прикладывается с очень большим расстоянием вставки. С расстоянием вставки, которую мы бы не ожидали увидеть, если бы геномы были идентичны. И мы тогда можем анализировать вот такие вот странные прикладывания, чтобы понять, что тут происходит. Итак, давайте вот здесь очень полезно думать не в плане единичных ридов, а переходить в плане длинных молекул. То есть риды с одним баркодом не составляют какую-то длинную молекулу, которую мы целиком не видим, но мы знаем, что они были из нее взяты. То есть если какая-то пара ридов с одним баркодом прикладывается на референсный геном рядышком, то мы говорим, что они вышли из одной длинной молекулы и что вот расстояние между ними, это, собственно, тоже заполнено некоторой гипотетической длинной молекулы. Итак, что может произойти? Мы пытаемся найти места, в которых внезапно наша длинная молекула прерывается, и при этом это еще некоторым образом поддержано тем, что у нас есть пара ридов, которые прикладываются очень-очень плохо на моменте разрыва. То есть вот эти риды, допустим, прикладываются хорошо, а вот эта пара ридов прикладывается плохо, потому что у нас здесь произошла делеция в таргетном геноме. И мы можем смотреть на ориентацию вот этих вот двух ридов. Они обычно сориентированы как рид идет вперед, рид идет назад, но здесь мы можем, на самом деле, понять, каким образом, что именно происходит в геноме, вот смотря на ориентацию вот этих вот прикладываний. То есть это, наверное, сложно себе представить, но вот здесь вот произошла обычная делеция, и мы видим, что риды друг к другу повернуты достаточно хорошо. А вот здесь, например, произошла делеция, и вот этот вот кусочек его будто бы развернуло. То есть это делеция с инверсией. А здесь это нечто даже, наверное, более сложное, но можно сказать, что это тоже делеция с инверсией, просто разворот произошел вот этого вот кусочка. То есть таким образом, анализируя прикладывание, можно смотреть на достаточно, во-первых, крупные вариации, а во-вторых, вариации достаточно сложной структуры. То есть такие идеи позволяют нам находить транслокации, дупликации, инверсии. В общем, особенно интересно, что это можно инверсии искать, потому что, по сути, у нас, если мы представим вот эту длинную молекулу, она все еще на месте, но анализируя прикладывание внутри этой длинной молекулы, мы можем увидеть, если у нас инверсия, что у нас есть риды с очень странным инверсайдом вот на границах этих участков и с очень странной ориентацией. В общем, и мы смотрим, опять же, на вот такие вот прикладывания, ищем участки, где у нас есть разрывы, и они обычно поддерживаются не одним баркадом, а многими баркадами. То есть риды как-то кластеризуются с одинаковым направлением и одинаковым инсерсайзом, и мы пытаемся протестировать гипотезы. Первая гипотеза, что у нас действительно здесь произошла какая-то делеция или какая-то инверсия, а вторая гипотеза, что у нас на самом деле все так и должно быть. Но понятно, что вот эта гипотеза выглядит сильно лучше, потому что, ну, собственно, мы ожидаем, что все наши риды приложатся хорошо. Плюс вот эта технология, что она очень часто позволяет нам строить хорошие вероятностные модели. То есть и мы можем, на самом деле, легко посчитать вероятность вот этого, потому что мы знаем все параметры. Мы знаем, сколько ридов мы ожидаем увидеть, длинные молекулы, мы знаем расстояние, которое мы ожидаем увидеть, мы знаем, в общем-то, все, что мы ожидаем увидеть. И последняя идея, которая, в общем-то, интересна, вот когда мы говорили ранее про поиск структурных вариаций, мы говорили про какие-то очень крупные вариации. Если у нас вариация мелкая, то мы можем ее, собственно говоря, и совсем не увидеть, потому что у нас вот эти риды, они расположены друг от друга далеко. Если вариация небольшая, то мы можем списать то, что происходит на какие-то небольшие шумы. Что же делать с мелкими вариациями? Это очень интересно. Давайте поставим такую задачу. У нас есть референсный геном, и мы хотим узнать, произошло ли у нас что-нибудь на небольшом участке референсного генома. Ну, там от позиции х до позиции х плюс 10 тысяч. Мы можем взять это окошко и посмотреть, какие риды уникально приложились внутри этого окошка. Мы можем взять эти риды, которые хорошо приложились, и взять риды с теми же самыми баркадами, но которые приложились плохо или вообще никуда не приложились. Мы можем их пересобрать, и ровно такая же идея, о которой я говорил, в скафолдинге мы получим участок, который, собственно, соответствует вот этому региону, который нам интересен. И мы можем после этого взять контик и прогенотипировать его достаточно просто, и можем находить с этой помощью маленькие вставки и маленькие дилетсы. В целом, вот это применение очень интересно, потому что если предыдущие вещи все можно было бы сделать с погбае, то здесь, благодаря тому, что у нас есть баркады, процесс пересборки будет очень-очень простым. То есть у нас есть какой-то сет неприложенных ридов, и мы берем небольшую часть из них, чтобы пересобрать наш таргетный участок. С погбае это бы не получилось, потому что мы бы взяли, допустим, хорошо приложившиеся риды отсюда, пересобрали их, получили, ну, ровно то, что мы и получили. Скорее всего, там, ничего бы не получилось у нас пересобрать. А если бы мы взяли все неприложившиеся риды, это было бы очень много, действительно. И, опять же, у нас была проблема вот на этом моменте, какой контик брать, хорошо ли он собрался, скорее всего, плохо, и так далее. И, в общем, это почти что все. Небольшие выводы. Это то, что облака ридов, в общем-то, хочется сказать, что погбае сильно лучше, потому что, ну, действительно, они длинные, они много что позволяют, позволяют достаточно легко с ними работать. Однако есть приложения для облаков ридов, которые, в общем-то, уникальны для них. То есть, вот, как я показывал последнее применение, это с помощью погбае сделать нельзя. Но при этом, конечно, у этих ридов есть проблемы, которые есть у всех коротких ридов, например, с участками стандартными повторами. Короткие риды, в целом, в регионах, где есть стандемные повторы, абсолютно бесполезны, к сожалению. И вот эти риды тоже бесполезны в таких регионах. Но, в общем, погбае — это, безусловно, технология будущего. Когда они смогут преодолеть свои... Либо они смогут делать это дешевле, либо они смогут делать больше, либо смогут делать это еще длиннее, то это, безусловно, как бы убьет всю иллюмину и все сжатые риды, и их, понятно, и просто использовать. Но, в общем, наша реальность такова, что пока что это все очень дорого и не позволяет как бы на 100% их потенциал реализовать. То есть, даже если вы отеклинируете их погбае, не факт, что вы соберете хороший геном, например. Но, в общем, облака ридов сейчас — это достаточно модная вещь. Выпускается куча статей. И сейчас очень даже модно этим заниматься. Я этим занимаюсь в Нью-Йорке. И если вы хотите, планируете поступить в аспирантуру через год, то вы можете мне... И готовы заниматься какими-нибудь формальностями, типа сдачи ГРАЕ. И всем таким вы можете мне написать. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили сильные алгоритмисты. Ну, в общем-то, на этом все. Можно задавать вопрос? А про алгоритмы вы можете просто рассказать? Про какие именно? Выравнивание. То есть, алгоритмы выравнивания. Дук-дук-дук-дук-дук. А, вот. Ну, собственно, сейчас, я так понимаю, алгоритмы выравнивания есть два, которые используются. Один называется Longranger. Он, к сожалению... Собственность компании TNX Genomics, они не выпускают статей. И поэтому что-то сказать о том, как он работает, не представляется возможным абсолютно. Longranger. Да, и, в общем... Но работает он неплохо. И второй алгоритм, он называется Lariat. И, в общем, он использует так называемую скрыт... Нет, не скрыт. Сейчас. RFA. Я немножко забыл, что это такое. Но, в общем, что-то связанное с марковскими процессами. То есть он пытается там найти такую конфигурацию, которая максимизирует некоторую вероятность. Типа так распределить риды с неуникальными выравниваниями, чтобы вероятность того, что они возникли из каких-то длинных молекул, была максимальной. То есть вот, собственно, два продукта, которые сейчас используются. Ну, ладно, наверное, тогда все. А, такой вопрос. Пользуются ли облака ридер для, как называемой, полировки длинных ридер, примерно на порте? Неизвестно, что никто не делал. То есть смысл это, я думаю, имеет, потому что есть алгоритмы для полировки длинных ридов обычными парными ридами. То есть, безусловно, здесь это можно сделать лучше, но алгоритмов, вот, конкретно для этого применения, я думаю, пока еще нет. Да. Есть ли какие-то преимущества в мире решения, ну, вот есть ситуация с параллой, есть ситуация, когда у нас другое длино, ну, если у нас ген уникальный, то есть он не имеет паралогов, то я думаю, что их работоспособность будет одинаковой, практически одинаковой. То есть, прямо плюсов больших я не вижу, но, конечно, это может помочь в фазировании, потому что у нас, насколько я понимаю, у нас вот длинная молекула, она, это одна аллель. И поэтому, если мы хотим профазировать вот эти вариации в генах, то это может быть полезно, но вот в плане просто генотипирования, без фазирования, то, я думаю, примерно одно и то же. Продолжение следует...